Здравствуйте, в эфире программа в центре внимания в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить про отраслевой проект рынки, который реализуется налоговой службой. Что делать с недобросовестными продавцами и вообще кто такие добросовестные продавцы, а кто нет. Сегодня об этом поговорим с начальником отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Амурской области Татьяной Приезжих. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, ну давайте вот про сам проект поговорим, вообще для кого он, для чего необходим и как давно реализуется. Небольшая ремарка, чтобы мы понимали, точнее наши зрители понимали о чем сегодня пойдет речь. Я бы хотела сказать, что 30 июня текущего года завершился переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, который обязывает индивидуальных предпринимателей и юридических лиц обеспечить передачу из фискальных документов, где отражается выручка, в налоговую службу в режиме реального времени. Проект рынки связан конкретно вот с моментом применения контрольно-кассовой техники. Этот проект стартовал в Российской Федерации, это российский проект. В феврале текущего года было определено, что сейчас в зону особого риска у нас попадают рынки. Мы об этом известили администрации рынков, известили налогоплательщиков о том, что необходимо в обязательном порядке фиксировать выручку по результатам реализации товаров, работы или услуг и обеспечить передачу этих данных в федеральную налоговую службу. Раньше все было не так, насколько я понимаю. Раньше все было так, но на сегодняшний момент все-таки четко определено, кто на рынках должен применять контрольно-кассовую технику, кто может ее не применять. И, соответственно, было принято решение с целью создания здоровой конкурентной среды. Обязательно речь идет о защите прав потребителей, потому что именно только при наличии кассового чека они могут вернуть некачественный товар. Ну и, соответственно, сделать легальную выручку, которую получают наши налогоплательщики и, соответственно, увеличить доходы бюджетной системы Российской Федерации. То есть, по факту, когда у покупателя есть чек, он может доказать, что он приобрел у этого продавца и вернуть некачественный товар в течение срока, который обозначен в законе. Да, абсолютно верно. Кассовый чек является гарантом защиты прав потребителей. Поэтому, естественно, мы на сегодняшний день ориентируем не только продавцов, но и покупателей требовать чек по факту приобретения какой-то покупки. Этот процесс, вообще этот проект, он затрагивает абсолютно все сферы торговли? То есть, это и продовольствие, это и непродовольственные товары, фермерские рынки, которые сейчас функционируют на круглогодичной основе, правильно? Да, абсолютно верно. То есть, это все абсолютно направления. Мы на сегодняшний момент инвентаризируем порядка 17 рынков и торговых центров, где осуществляют деятельность 700 налогоплательщиков. Это 500 индивидуальных предпринимателей, 100 юридических лиц и 100 физических лиц. Поэтому в данной ситуации, конечно, важно говорить о том, кто, собственно говоря, обязан применять контрольно-кассовую технику. Вот давайте про это как раз и поговорим. Действительно, в любом ли случае мне дадут чек, например, если я куплю сыр у кого-то, или же мясо какое-то, опять же, свежее. То есть, в любом ли случае я получу чек или нет? Покупатели должны знать, что выдача кассового чека зависит от того, какую систему налогообложения применяет налогоплательщик и от том, где, собственно говоря, реализуется товар. Конечно же, первую историю по поводу применения системы налогообложения обычному покупателю невозможно и сложно узнать. А вот второй момент, что бы я хотела сказать. То есть, от применения контрольно-кассовой техники освобождается торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, а также открытые прилавки, где отсутствует возможность хранения товаров. То есть, если продавец выложил в начале дня товары на прилавок, реализовал определенную часть из этих товаров, а дальше убрал ее, то в этом случае применение контрольно-кассовой техники не обязательно. То есть, требования по применению ее отсутствуют. А вот если речь идет уже о расположенных на территории рынков павильонах, киосках, помещениях контейнерного типа, автолавке и так далее, и так далее, то есть, где обеспечивается возможность хранения и показа товаров, то в этом случае покупатели в обязательном порядке должны дать кассовый чек. И еще можно уточнить у продавца, является ли он самозанятым. То есть, это тот человек, который реализует те товары, которые он сам произвел и продает и получает от этого доход. И еще те, кто применяет патентную систему, также вправе не применять контрольно-кассовую технику, но обязаны по требованию покупателя выдать бланк установленного образца, где будут указаны все обязательные реквизиты. Мы сегодня не будем перечислять их очень много, они есть в 54-м федеральном законе. Но на что бы я хотелось обратить внимание. Обязательно должно быть указано наименование товара и его количество, ну и, соответственно, стоимость этого товара. Это самые главные вещи, которые указываются. Это самые главные реквизиты, которые должны быть отражены, потому что в случае проверки отсутствие данных реквизитов предполагает определенное мировоздействие, скажем так, определенное кодексом об административных правонарушениях. Ну вот давайте к тому моменту конкретному и перейдем как раз. Вот если мне вдруг не дали чек в том случае, когда я приобретала товар, то что дальше? Что я дальше могу сделать? Покупатель может поинтересоваться, как я уже и сказала, то есть он сориентировался. Если это торговля из автоцистерны, например, растительным маслом, то чек, конечно же, никто не обязан выдать. Ну а если, допустим, в киоске приобретается сыр, о котором вы говорили, то в этом случае чек должен быть обязательно. То есть есть возможность демонстрации и хранения товаров чек предоставляется обязательно. О том, что не выдали чек, можно сообщить в Федеральную налоговую службу, можно сообщить по телефону, который у нас есть, здесь действует на территории Амурской области 53 92 83. Это телефон горячей линии. Информацию можно опустить в боксы в налоговых инспекциях. То есть тем самым мы совместными усилиями с покупателями будем все-таки настраивать наших продавцов о том, что выручку нужно фиксировать. Чеки должны быть выданы покупателю по факту приобретения им товаров. А что грозит продавцу в том случае, когда он не выдает чек, при том, что он должен его выдать? Все зависит от того, с кем мы имеем дело, скажем так. Если речь идет о должностном лице, то в этом случае минимальный размер штрафа за неприменение контрольно-кассовой техники составляет 10 тысяч рублей. Если мы говорим об индивидуальных предпринимателях и организациях, то сумма штрафа минимальная 30 тысяч рублей. Но что бы мне хотелось сказать, то есть на сегодняшний день мы все-таки ориентируем наших представителей бизнеса на то, что разъясняем им требования действующего законодательства. И по результатам проверок у нас в случае, если впервые выявляется нарушение неприменения контрольно-кассовой техники, применяется мировоздействие, такое как предупреждение. Если же уже повторно установлен факт неприменения контрольно-кассовой техники, то в этом случае уже применяются штрафные санкции. Вообще, вы сказали уже, что проверки проводятся. Как часто проходят проверки сейчас? Это в рамках вот этой акции рынки, да? Совершенно верно. В рамках отраслевого проекта рынки мы проводим инвентаризацию всех рабочих мест, которые есть у нас на рынках. Но этому предшествует большая работа. У нас есть автоматизированная система контроля, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать все розничные продажи. И если мы установили, что у налогоплательщика отсутствует вообще выдача контрольно-кассовых чеков, если у них, скажем так, знаете, бывают ситуации, когда вроде бы контрольно-кассовая техника зарегистрирована у налогоплательщика, но она не используется, то есть так называемая молчащая контрольно-кассовая техника. В этом случае либо мы смотрим, что существенно снизилась выручка за определенный период, мы тогда уже, естественно, принимаем решение о выходе конкретно на территорию рынков. Проводятся рейдовые мероприятия, проводятся сейчас у нас посты наблюдений, организованные в торговых центрах и на рынках. Проводятся контрольные закупки и уже по факту установления нарушений законодательства применяются определенные меры воздействия на налогоплательщиков. Вообще часто нарушают, вот опять же, в ходе ваших проверок? По итогам, вот только августа я вам приведу сейчас цифры, они достаточно показательные, по итогам подобных мероприятий выручка выросла на 56 миллионов рублей, то есть это достаточно серьезные цифры, и по итогам 48 проведенных рейдовых мероприятий нарушения были установлены во всех проверках, то есть это уже говорит о том, что наши налогоплательщики либо не знают о том, что нужно применять контрольно-кассовую технику, либо сознательно желают уменьшить свой доход, дабы в дальнейшем минимизировать сумму налога, уплачиваемого в бюджет. Вообще задача проверок, я так понимаю, не в том, чтобы всех наказать, а в том, чтобы приучить к исполнению законодательства. Да, это действительно так, то есть мы на сегодняшний день ориентированы на то, чтобы наши налогоплательщики соблюдали требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники. Ну что ж, будем надеяться, что так и будет. Спасибо большое, Татьяна, за интервью. А я напоминаю, что сегодня с гостями была Татьяна Приезжих, начальник отдела работы с налогоплательщиком ФНС России по Амурской области. Вы смотрели в центре внимания. До встречи в эфире.